Ольга Петровна – младшая дочь в семье Шаблей, девятый ребенок. Она рождена была уже спустя десятилетия после Великой Победы. Но старшие дети в семье прошли все испытания вместе с родителями. Ольга Шаблей рассказывает, что папа ушел на фронт по призыву в 1941 году. Их семья тогда жила в Новосибирской области. У матери Матрёны Андреевны тогда на руках остались двое маленьких детей. Мать всю войну трудилась в тылу. Пётр Шаблей писал с фронта. Он прошел всю Великую Отечественную артиллеристом на знаменитой «Катюше». 9 мая 1945-го встретил на стенах Рейстага. Прошел всю Европу, рассказывал, как встречали советских солдат, как освободителей. Отзывался, как их встречали, когда они проезжали города, это села, что их встречали не только с цветами, но и еще помпушками. Он говорил, полные наволочки нам раздавали, молодые девушки, старики, все выходили, нас встречали. Возвращение дома было трудным и долгим. Семья уже и не надеялась увидеть отца живым. Ведь столько мужиков не вернулось. Не было ни повестки, ни сообщения, где он и как. Мама рассказывает, что в 1945-е осень была теплая и поздняя. Говорит, в октябре месяце, обычно уже в сентябре вначале картошку копали. Мама говорит, что дети маленькие. Я, говорит, с ними была на огороде. И вот в этот момент вернулся папа. Отец вернулся контуженный и израненный, но, по словам Ольги Петровны, никогда не жаловался. Мама его буквально подняла на ноги. Родились еще дети, жизнь продолжалась. Про войну Петр Максимович не рассказывал. Может, это связано с грифом секретности, который окружал самое мощное оружие Великой Отечественной, те самые боевые реактивные установки, Катюша в простонародье. А может, не хотел говорить о пережитом на фронте. Но ночами кричал ложись, как при артобстреле. 9 мая в семье Шаблей всегда была самым главным праздником. Папа не дожил до 50-й годовщины Победы всего несколько дней. Петра Шаблей не стало 1 мая 95-го. Он прожил чуть больше своей супруги. Но в семье Ольги Петровны, как и прежде, День Победы остается самым почитаемым праздником. Валентина Иванова, Петр Михалаб, Время новостей. Белоярский.